привет чай пьешь привет сынок угостишь? да конечно на да это лучший чай в моей жизни как ты его делаешь? все очень просто сынок где я понял что ты пьешь чай с оливками сыром и колбасой друзья привет наконец-то дождались мы весну и что мы весной сделаем естественно вкусняху но вкусняху на березовом соке и естественно с ягодами и так что же у нас здесь есть 30 литров отличного свежайшего березового сока 3 килограмма малины полтора килограмма смородины ванильные палочки бурбон как пахнет хорошо и 6 килограмм солода 2 килограмма венского и 4 килограмма обычного пилса и из этого мы сделаем естественно очень очень вкуснящий как говорил мой сынуля когда был маленький вкуснящий напиток так что погнали вот 10 литров у нас осталось на промывку но 5 литров у нас кленового сока поэтому будет вообще вкусняще вкусняще и замеряем же параметры какие у нас параметры по соку по березовому и по кленовому соку очень интересно замерим плотность того и того и замерим пиар того и того ну а пока мы включаем на нагрев на первую паузу 52 градуса тогда все тут по быстренькому ничего сложного солод пилс норвенский 6 килограмм всего сок березы на затор 25 промывка 10 литров варка 100 минут у нас хмель сотен пешен делаем 100 грамм на сухое на варку добавлять вообще не будем то есть нам горечь не нужно у нас будет такой компот сок березовый дрожжи с 33 универсальные классные дрожжи вот на них при 17 где-то градусов побродим 20 дней на пятый день ягоды в блендере перемелем пастеризуем в кастрюльке и в мешочек туда закинем потому что они мешочки потому что если так вывалить они конечно забьют у нас половину объема заберут потом через пять дней эти ягоды заберем добавим нашу настоянную ваниль через 10 дней она настоится вот этот спиртовой раствор ванили туда бабахнем все паузы ясные вот такой вот у нас будет березовый фреш нагрев пошел замечательно займемся нашими исследованиями так замерим плотность замерим плотность березового сока а у нас полтора процента в березовом соке полтора процента сахаров очень даже неплохо так немножко кленовым сиропом сиропом соком промоем и набираем и что у нас получается 2 процента на пол процента сахаристия теперь померяем ph 613 идеально просто вот идеальное это природный осмос через древесину через капилляры прочищает всю воду вот идеальный баланс по ph просто очень очень классная свежая чистая вода с приятным таким древесным ароматом 67 отлично очень даже неплохо чуть чуть выше чем в березовом соке наверное из-за пол процента сахаров тут запах изменяется тут запах уже более такой жесткой жесткий древесный получается более явно чувствуется да и сладинка сладинка чуть чуть явнее но тоже очень приятный свежий вкус обалденный смесь кленового и березового сока поставил нагреваться на промывку но мы засыпаем что нам надо сделать после всего посмотреть ph затора 5,8 практически нормальный 5,8 но нам надо немножко откорректировать а корректировать мы будем естественно малиновым соком сейчас немножко поциркулируется и посмотрим насколько у нас понизилась с детства помню передача о мире животных как там троздов рассказывал ну что дорогие друзья вот наш затор немножко окрасился в розовый цвет и мы конечно же посмотрим наш пиаж какой же он получился пиаж идеальненький после внесения пол-литра малинового сока просто шикарно получилось поэтому наша помощь этой чудо кастрюльки больше не нужна она идет по своим паузам а мы а мы идем подготавливать ваниль потому что а все поднимаемся на осахаривание отлично ваниль просто так в носить нельзя поэтому мы ваниль очень мелко порежем засыпем в бутылочку зальем отличным ректификатом чистейшим и она у нас за время брожения настоится после этого мы только внесем ее на самый конец брожения промыли березовым соком напополам с кленовым запах обалденный просто такой солодово-древесный и с малиновым оттенком уже уже малинка немножечко дает свой запах отлично получилось где-то 29 литров с учетом испарения осадка у нас где-то там 24 20 от 23 до 25 я думаю литров мы получим нашего березового фреша ну и самая основная работа которая 80 наверное процентов от всего пивоварения мытье 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 чистка мытье чистка мытье которое остается всегда за кадром поварили поварили все сделали а нет самое главное это мытье чистка и дезинфекция на варку хмель мы не закидывали все сейчас подключаем охлаждаем сливаем в бак для брожения засыпаем дрожжи на сегодня все плотность начальная 14 отлично а что это происходит два дня выбранила ни хрена себе вот этот turbo turbo режим turbo дрожжи 5 с половиной меняем нашу тактику на ходу то есть два дня брожения у нас получилось теперь закидываем наши ягоды и еще два дня потом хмель и все ну и выстоится там недельку и потом можно карбонизировать и того пятый день ягоды не подходят третий день ягоды десятый день ваниль не подходит десятый не подходит ваниль неправильно и того два дня на ягоды пятый день пятый день пятый день это хмель хмель на одни сутки и на шестой день ваниль вот так думаю правильно будет ну что зовем скарлетт скарлетт ну вот два дня уже настаивается третий уже видно что надо периодически взбалтывать жадность меня погубит ну вот и кусочек южной страсти попало в наше пиво так что я думаю будет смузи смузи пивное смузи ну да такое получилось прямо мутничела мутничела смузи березовый сок ягодки туда добавьте и все это блендером да ты пиво готовишь что я не понимаю ну получилось видишь прям мутничок когда не епу готовил надо мутное пиво вот всегда закон подлости надо мутное пиво надо чтобы мутняк держался все делаешь чтобы по канонам а ну тебе раз прозрачное тут хочешь прозрачное пивко такое нормальное фигушки на тебе не епа да ну цвет класс мутняк я люблю цвет прикольный смородина мутняк приятный неплохой малина дала свои цвета не хватает там чтоб они ягодки там вот это все уже плавали да ну ягодки как их наливать мят упал у меня кстати такая фигня была не заснял потому что просто бесился это часто бывает кстати да закинул в бродилку перемолотые ягоды смородина малина думаю они там перебродят осядет я их короче солью в кегу закарбонизирую осадок вместе с дрожжами выкину и все будет зашибись фиг там вся вот эта взвесь ягодная она осталась в пиве и потом когда я пытался разлить через пегас в бутылку пегас напрочь просто вот напрочь забивала вот этой вот мулякой с кожицами семечками всякой дрянью ну так и не получилось 6 раз мыли пегас 6 раз пытались налить думал со дна черпанет стиханул всех уволил да и вылил ну короче надо через сеточку аккуратненько и тогда будет все гуд а пена стоит да пока триньдиим триньдиим пена стоит так кто ж наливал ну кто это я это ты так ну запах корзинка ягод ягодна ну не свежими ягодами а именно бродившими ягодами ну если бы пахло свежее ягодами я бросил бы тут стакан и ушел ну да что ты за химовом что нам кезахери тут даже сделала как помнишь да это откуда лесных ягод взяли целый день собирал на фестивале как то у нас было литрами там сотнями литров продают этот сидр лесные ягоды откуда лесных ягод Cool собираем С реже свежеклом погож 끝 белина свежая Ёжик собирался ну да тут такой Backhead ягодный такой берестал ягодное вино ну что Вкус интересней, вкус гораздо интересней, чем запах. Прикольно вообще. Тут просто так не скажешь. Кисляк такой на месте, вроде и сладость какая-то, и в то же время как Бакисляк, ну не раздражающий, такой приятный. Да. Черпкости на языке сильно такой нет. Ну, летом, я думаю... Да, это сто процентов. Пух! Оно и зимой. Пух! Вот так будет уходить. Я вот не мог разобрать, что там. Не могу понять. Не могу понять. Что еще какой-то привкус такой интересный? Ну, насыщенный, вкус прямо, можно сказать, мощный, мощный, густой. Такой, ягодно. Ну, интересно, интересно. Ягодно. Не скажу, древесный, но что-то такое. Когда мысль, знаешь, что там березовый сок, аналогии... Возьмите внимание, что не просто в одно... Мозг ассоциации подпихивает, что там что-то там древесное есть. Найди, найди, говорит. Да. Ну, в общем, насыщенно, густой вкус, приятный, легкая кислинка, нежная, такая свежесть какая-то. Теологически, вот когда, если ты мне ничего не скажешь, отдаешься, знаешь, все, саура 100%. Все привыкли видеть вот именно такой саур, именно в таком формате. Но это не саура, оно сразу же, вот такая сладость такая интересная. И вот мозг хочет понять, что сейчас кислота такая будет, ядло. Да. А совсем такого нет. Light. Да, light. Да, очень мягенько. Но, кстати, хмеля почему-то я здесь особо не чувствую. Ну, ни вкус, ни запах, ничего. Вообще, этот Sot & Passion, он описывает, как запах красных ягод должен. Типа смородины и мальчина. Ну, и так тут есть. А тут и так красные ягоды. Может, оно как-то... Друг на друга наложилось. Да. Синергия такая получилась, да? Усиление. Ну, корзина ягод 100%. Угадывать, какие здесь ягоды, ясно 100%. Ну, тут реально именно лесные ягоды. Ну, по-другому это не назовешь. Сказать, что-то одно из них какой-то выделяется. Ну, это надо... Даже не знаю, сколько надо выпить, чтобы понять. Винцо из лесных ягод. Винцо. Да. Такое. Да, 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 да. Ну, очень приятно. Да, такое домашнее вино такое. Думаю, человека угостить... Не говорят, что это пиво. В жизни не догадается, что это пиво. Ну, какой-то продукт брожения. А вот из чего... Ну, ягодно, понятно, ягодно. Скажет, готовящееся вино. Очень приятненько. Считаю, эксперимент удачный. Отличный, да. Летом, ух, я думаю, дома буду в саду потягивать на фоне тюльпанов. У-ху-ху! Да. У-ху! Так и будет. Так и будет. Да, вкусненько. Удивил. Приятно. А вот, когда уже допиваешь, и бокал прогревается, и начинает ваниль проступать. Вот ванили не было слышно. Ванили не было. А потом, когда вот более тёплый становится... То есть ваниль добавлял? Да. Да. Четыре палочки порезал, в спирту замочил и ванильку туда. И вот, наверное, вот какую-то мягкость даёт свою. Ну, пока в воде не нашёл. Ничего, ничего не выпирает, всё так округло, мягко. Да, такой пирожок. Свежо. Пирожок, кушаешь пирожок такой. Компотик, перебродивший компотик. Ну, это так, по-простому. По-простому, да. Тут летаю в облаках. Ну что? Хорошая чертовка. Окей. Very nice. Рецепт куб... К употреблению. Есть уже эффект. Скоро, кстати. Эффект. Пятёрочка, я думаю. Ха! Йод. Да. Это же другой разговор. Да. И приятно, и полезно. Так что, рецепт к употреблению. Пожалуйста, делаем. Наслаждаемся. Ну, а мы перемещаемся, я думаю... В холодильник. Сначала в холодильник, а потом в сад. Не будем... Как это сказать? Искать, что же там за ягоды. Смысл жизни, короче, да. Всё. До скорых встреч. Пока. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...